Я как бы это не планировала, я планировала это записать уже после того, как в первый раз продегустирую. Но что-то вот вдруг, привет зритель! Я уже тут проверяла температуру кипяточка, но она была чуть-чуть меньше, сейчас я еще раз проверю. Так, наверное, надо чашку налить. Так, хорошо, что я в свое время купила этот градусничек, вообще термометр. Нам надо 80 градусов. 210 миллилитров. Я, правда, не уверена, сколько у меня в этом чайнике. Но другой чайник у меня под пуэр, и он, по-моему, поменьше, хотя, наверное, такой же. Эй, вода, я же тебя грела, ты должна побольше быть по градусам. Не может быть, чтобы ты была меньше, чем было до этого. Оно издевается. Оно 70 градусов, оно не могло так быстро остыть. Эй, животное, ты чё? А в чайнике как? Хотя, в окнах очень дует, может быть, оно испугалось этого самого. 80 градусов, во. Я пока взвесю. Вот, и пусть тогда тут стоит. Меня-то особо не видно, только... Ну, чтоб не было видно, что там видно руки. Да, 80 градусов ровно. Какое счастье. Закроем пока чайничек. Чтоб он тут не остывал зря. Так, надо взвесить ложечку. Мне должны прийти весы от Китфорд. За отзыв. Будут таревисы. Может быть, на них удобнее будет чуть вешать, потому что они по объему вроде как, по размеру. Тут 7 грамм ложечка. И нам надо... А где у меня много Китфорд есть? Сенча. Из Японии. В общем, 10 грамм на 210 миллилитров. На 80 градусов температурой заварить и 60 секунд подождать. Я буду смотреть по своему телефону. У меня на нем есть этот самый секундомер. Я хочу штуку, которая, как бы, говорит вам, вот через 4 часа вам надо... Как давно я нормальную Сенчу не видела. Никита, ты вообще... Самый замечательный парень. Из всех, кого я когда знаю, знала. Я не знаю, как бы показать-то вам. Но вы сейчас увидите это. Я насыпать буду так. На, включите их заново. Короче, надо мне таймер, который не через полтора часа, а не через полчаса... зажужжить так. А ты уже Тару тут показываешь, что ли, или что это у тебя тут? Да, он уже Тару показывает. Ну, какая она крутая. Я последний раз Сенчу пила, наверное, когда подругой в каком-то ресторане из своих этих путешествий была. Он, наверное, вот так сразу насыплю. Из ложечки. Ой. Я включила. Он же сейчас его не покажет. Как бы тебя пересыпать так. Блюдечко шоу. Вот потому я и хотела сделать красиво, когда уже вот один раз попробую. Но тут что-то меня вот торт, ну, вообще. Помню первый раз вообще, когда я его попробовала. В первые разы. Вот тоже в каком-то ресторане с подругой, когда мы ездили или куда-то ходили, уж не помню. Ну, она интересная была. В общем, она мне сразу понравилась. Динар мне из Японии присылали в подарок. Вот человек привозил в своей поездке. Гемманчу. Красивые баночки, которые у меня еще два. Ой. Я этот штатив ногой уже шарахнула. Вот так я и думала. Так, весы, вы вообще как-то реагировать на меня собираетесь? Я тут такой дорогой чай пытаюсь заварить. А вы вообще как-то... То показываете мне грамму, то не показываете. Придется на блюдечке, наверное, взвешивать. Я потом монтажа постараюсь ставить картинку. Типа того, что слабодервные. Ценители чая. Идите смотреть, что-то другое. Столы, если что, у меня чисто. Я тут его вытирала перед тем, как баррикаду из коробочки достать. Сдается мне что-то, что эти 10 грамм, это как-то так дофига много. На, 10 грамм. Так, давай, животное. В общем, у меня там еще бумажки всякие, как его заваривать правильно. Так, 141. Так, у нас тут 5 грамм. Значит, 2 чайные ложки. Как я и думала. Эй, ты чё попух-то вообще? Не знаю, что ли, всё взвешивать. Это нехорошие весы. Но чё-то они так стали быстро потухать. Интересно, китфордовские тоже быстро будут потухать? Я, может, сейчас говорю как-то тихо. Вот с таким голосом надо АСМР писать. Когда не шёпотом, а просто тихо. Так, всё сюда встряхнуть. Вресим теперь эту. Ну, давай уже, включайся. Чёртовые вообще весы прифигели. Вы то их слышите, сколько тут грамм, то не слышите. Может, вы уже помираете за давностью лет? Они у меня потухли. Я вообще пигели на эти весы. Только что показывали. Теперь не показывают. Ну, короче, я так поняла, это 2 чайных ложки. Тут 2 чайные ложки есть. Теперь мне надо это как-то пересыпать сюда. Надо было не геморриться. Сразу 2 чайные ложки насыпать чайной ложкой. Разочаровываете вы меня весы? Если вы думали, что я не хочу вами пользоваться, и поэтому у меня идут подарок за обзыв. Ну, как бы купила я этот Китфорд. Там бумажка была, хоть я в обзоры-то и не сувала. Вырезала наоборот, точнее. Что напишите отзыв. А я, как бы, когда покупаю, всегда пишу отзыв. И будет вам, как бы, весы в подарок. Если скриншот скинете. Но я вообще думала, что это какая-нибудь обманка. Но внезапно они, вроде как, должны, правда, отправиться. В общем, я подозреваю. А, я могу же сейчас взвесить этот пакетик. Узнаю, сколько тут. Ну да, в принципе, примерно так и есть. Конечно, там слегка иной чайник, предполагается. Но вот у меня с такой маленькой дыркой. Как-то это всё сюда залить надо, засыпать. Сэнчичка. Может, мне тебя через воронку зафигачить? Не, конечно, можно было бы ещё какой-нибудь чайник. Но у меня что-то сейчас вот так всё спонтанно, как обычно. И чайник-то под рукой ближе был только из десинской глины. Который у меня как раз вот под днепуэр. Я в нём улун завариваю. Какой-нибудь дофига элитный зелёный чай. Вот как раз он и есть. Я потом допрошу товарища, но я так поняла, что это в кило-то было куплено. Да, если зритель ждёт, что я тут буду обозревать посылку полноценно, то фиг тебе, зритель, это личная посылка. Не, я понимаю, что я там ату с мадокой ту посылку обозревала, но, скажем так, мало ли чё было. Вообще у меня есть где-то, конечно, не деревянная, а металлическая ложечка. Как раз вот размером, как если к матью накладывать. Надо мне ту штучку круглую, которая вообще, возможно, не до этих целей, но... По крайней мере, через неё тоже было бы удобно это всё профигачивать. У нас там мороз и солнце, день чудесный, но я проснулась в ранищу. И вообще вчера я чё-то к вечеру, перед сном, пару серий аниме решила посмотреть, которые с перерывом смотрелись. В общем, лёг я где-то в час. А, вот чё я делала. У меня ролик как-то долго сохранялся. Я думаю, почему я так это поздно легла? Люди, не повторяйте это дома. Просто накладите это, наложите. Положите ложечкой чайной. И обзаведитесь чайником с более большой дыркой. Это примерно как я сегодня пыталась к хамуру приделать к подставочке. Долгчик не могла собрать, куда её сувать. Точнее, как её приставить. Потом на коробочку глянула. Блин, она даже по виду не сравнится с тем, что продают в России под видом сэнчи. Или это типа китайская сэнча. Таким надо быть, чтобы сказать китайская сэнча. О, наконец-то. Наверное, чтобы это всё туда промыть, я сейчас водой прямо в эту штучку залью. Ну, ещё раз напомню. Вы не повторяйте это дома. Потом я сделаю красиво, наверное. Потому что тут ещё почти 100 грамм осталось. Но меньше, чем 100 грамм, но всё равно. Короче, сделаю потом красиво. И может быть даже в стеклянном чайничке своём. Насвечка. Соварю. Хотя это как бы не совсем тот чай, который на свечке варить. Но тоже можно. Да, я думаю, что тут, наверное, где-то эти 200 миллилитров-то и должно быть. Так. На что я тут ставлю-то хоть? 60 секунд, мы ждём. Где крышечка-то у меня? Закчасти, пошлите сюда. Конечно, надо было бы маленькую чашечку взять эту. Я возьму только пока вот эту. У меня там пиялочка есть. Какой у тебя цвет-то, изумрудненький. Ты моё хорошенькое. Не очень удобно, правда, из него выливать он. Всё-таки не совсем рассчитан. Именно вот на такого вида чай. Кайф-то какой. До 27.06 он. Ну, я думаю, мы его лопим. Я думаю, сюда ещё залить. Это можно убрать весы. Почему вы сегодня так хреново работали? В прошлый раз вы нормально работали. Может, вас напрягло, как я зверски с чаем обращалась? Так, это то, что я не хотела делать. Но я, видимо, сделаю. Надо тогда будет поднять слегка частоты повыше. Так. Может, я, конечно, дофига далеко. Но я вдруг внезапно нашла тот вариант, когда можно поближе поставить это самое. И надо было, наверное, конечно, с телефона управлять. Я сейчас как-нибудь так отодвинул децил. Чтоб видно было мой фейс. Криворукие программисты обновили приложение Sony, но как-то почти не запустилось. В общем, не запустилось. Ну, это мой чайник. Так что это? Со второй заварки она уже так подраспускается, и такое изумрудненькое. Просто очень через край налила. Немножко терпкое. Вот как хороший, конкретный такой зеленый чай. Так, я что тут это с лицом-то вырезала? У меня тут есть йокан. Буквально на днях, когда я освояла эту посту свою. Анка, которая сейчас в холодильнике. я читала, что еще можно сварить уже в основе с постоянкой. Как раз про йокан. Тут у меня два вида йокана. Еще одна штучка. Она такая желеобразненькая. Я уже прочитала про них. Это допотопные японские сладости. Ну, самые такие первые. И я даже планировала что-то такое сделать. Потом, возможно, сделаю когда-нибудь. Но сейчас одну из них я попробую. Тут у нас 58 грамм 159 калорий. Йокан. Так. А ножницы-то я убрала. Хотя тут где-то было... А, вот тут открывать тут. Короче, я что с лицом-то тут вырезала, чтобы на камеру попробовать. Во. с японской сэнчей. Приехавшей вообще вчера. Ну, вообще она еще... Опустим подробности, как она лежала 3 дня в Москве. Непонятно почему и зачем. И еще сутки в Ярике. В общем, оно прилетело и прискакало. Приползло. Пришло еще вчера в Угрич. Так как у нас почта не работала. Вообще, я думала, получу только завтра. Мне сегодня курьер доставил. Не знаю, что это. Какая-то новая функция курьерской доставки с доставкой на дом. Потому что, когда я отправляла свою посылку, что-то там очень геморрно. Ну, нет, не было у нас возможности, допустим, позвонить курьеру, вызвать его, чтобы у вас забрали посылку и отправили ее, допустим, ЕМС. Короче, в общем, чай сэнча молитвный из Японии. и допотопная японская сладость. Ну, она как бы дожила бы у нас до 7 января следующего года, но она не доживет. Сегодня у нас 10 февраля. Короче, сейчас я ее вкусну. не чувствуется эта паста анка. Я поняла, что мою анку я сделала все-таки действительно кошерной, потому что она по вкусу напоминает это. это для тех, кто был бы потом в Каментах давно не пробовала сладости. Вот я пробую сладость японская. хоть я и назвала ее, но я имею в виду, что это традиционная японская сладость с традиционным японским чаем. Даже практически в чайничке в нужном заваренном. На самом деле это у нас как бы эсинская глина, китайский чайничек. Под китайский чай рассчитанный. У меня есть пиалочки. Все эти малюсенькие и такие конкретные традиционные пиалочки. В общем-то те пиалочки, которые на пару глазков и пиалочки чуть побольше, чем на пару глазков. В России я планировала сейчас поспать, но я дерябнула полчаски чая, схомячила почти половинку конфетки и думаю, сейчас, наверное, это все смонтирую. Не только же в Инстаграм, кидать фоточки. На самом деле тут больше было, чем полчашки выпито, просто добавила немножко чайника воды. В общем, скажем так, это вот пробую сладость на камеру. тупо хомячу ее и пью чайчик. Это как вот чайный такой конкретно фанат, да? Ильфа чайная дорвалась наконец-то до сынча. ха-ха-ха. Ну, или как курильщики, я не знаю, как у них бывает такое, что эти курильщики курят-курят, потом долго не курят, а потом вдруг они могут наконец-то покурить. Вот, наверное, такое же ощущение. вкусная штука. Спасибо, Хаджикун. Самое-то главное, мягкие венчики. ха-ха-ха. Отличный чай. Никакой высадка типа вот, у меня есть какой-то такой супер крутой пудр, но в нем все равно бывает через раз вот этот вот мелкая какая-то пыльца полгая. Короче, мелкие осадочки. Очень мелкие фракции. Я сейчас, наверное, это временно вырублю и пойду за пиалочкой сходу. Камера разряжается. Ну, вообще, на самом деле, у меня оказалось, я забыла совершенно три вида пиалочек. Я их потом обозрю, я тогда обещала их заснять. Это же самой для себя больше, чем для вас. Заснять те разборы барахла чайного пиалочка слегка с какой-то хренью. Но у нее тогда лить не буду. Короче, вот керамическая пиалочка большая. Я думаю, они одинаковые на самом деле по виду. По размеру в разных местах вообще куплено. У меня три таких пиалочки. Вот это вот с блюдечком. Тут рисунок еще какой-то. Причем, не поверите, я этот рисунок заметила буквально года два назад. Причем, когда сюда уже переехала, заметила этот рисунок и думала, может, это соскоблилось так. Потом уже поняла, что это как бы изначально была вторая пиалочка такая. Таких три. Они немножко разные от всей из осинской грины. По цвету разные. Но у каждой блюдечка есть. И вот та самая маленькая пиалочка на проглотку. Их вообще три. И там чахе с крючкой. И блюдечка еще. Вот я сейчас в нее налью. А вторую конфетку я потом схомячу. Вообще как бы она такая сытненькая, сладенькая, большая. А это тут вообще как-то нарисовано. Чуть ли это, я не знаю, мне кажется, это пить, что ли. Не, я понимаю, что оно такое просто железистое. Он у меня даже тут перестоял, наверное, второй-то заваркой. я думаю, если делать по-русски, точнее, даже не по-русски, а по-леркински, я возьму потом большой свой чайник на 700 миллилитров, который на свечке стеклянной. Закину туда эти 10 грамм сенчи и буду уже наливать без разбавки. Хотя, в принципе, я сейчас без разбавки пью, но тут уже концентрат такой приличный. Такие маленькие зелененькие листочки плавают. Так, это полотенце лапой вытирает, потому что эта хрень была рибкая. Йокан. Китайская посуда с японским чаем. Учитывая, что чай к японцам пришел от китайцев, по-моему, Акакура Какуза и увеличит чай. Я ее читала бумажным видом, долго читала, потом пришла библиотеку сдавать, много раз продлевала та библиотека, которую нас прикрыли год назад. Ну и, короче говоря, она у меня в электронном варианте где-то есть. Это же, по-моему, в аудио формате, но не уверена точно. В электронном варианте в PDF на одном из облак висит. Кайфаюк. Кайфушечка. Слушайте, я так ожила конкретно, мне вообще спать не хочется. Главное, чтобы она меня не взбодрила так, что, как с матэ бывает, после пяти вечера попьешь, и потом можешь бодрствовать сутки. А за пяти попьешь и нормально уснешь. Хотя у нас сейчас, в принципе, сейчас идите сюда, 15-27. 27% зарядка и 13 гигов можно освободить, надо только сначала скинуть эти фотки с телефона куда-нибудь. еще раз Надо будет еще раз завалить. Вообще день и ночь. Даже с тем вариантом есть, короче, мой любимый зеленый чай и колодец дракона китайский. И вот сэнча японская, да? И китайская вариация сэнчи японской. Это нечто среднее по виду между... Это ближе, короче, по виду к колодцу дракона, а по вкусу как пересушенный плохой старый зеленый чай. Зачем они это делают? Зачем они так портят чай вообще? делали бы лучше колодец дракона средней паршивости. В общем, всем вам приятного пития. Хороших друзей. У меня внезапно случился. как бы давно уже есть. Но каждый раз удивляешься лучшую сторону. Ну, ну, хорошего чая и сладкой еды. Пока!